Ритм полуострова Ритм полуострова Что делается в Крымском федеральном университете? Переход был сделан в кратчайшие сроки У вас было буквально два дня Когда мы все отдыхали У нас было 16, 17, 18 марта Крымская весна В это время, я так понимаю, был экстренно Собран именно этот технический блок Потому что с образованием Преподавателей вопросов не возникает Крымский федеральный университет Главный университет у нас на территории полуострова А вот с технической точки зрения Как быстро сейчас было все организовано? Как это выглядит? Никакие ли студенты не халявят сейчас? То есть все ли слушают лекции? Как идет отчет? Ну вот смотрите, вы говорите С одной стороны, технологически Мы все понимаем, что это можно Мы все пользуемся смартфонами Мы все пользуемся большим количеством мессенджеров Который позволяет нам дистанционно С нашими близкими, родными Или с коллегами по работе Вести диалог Как в видеоформате, так и в текстовом То есть сейчас достаточно много Социальные сети существуют Инструментария очень много И он доступен У всех есть гаджеты, которые Принесут с собой Но не все, они их используют по назначению Некоторые могут просто там Хорошо провести время А тут еще учиться надо Тоже не так плохо, кстати Это тоже новые технологические возможности Которыми, возможно, они пользуются и в игре Сейчас мы об этом поговорим Но что касается Важно для нас не потерять качество Как вы сказали, да? Буз ведущий Нам вот эта планка качества очень важна Для того, чтобы эту планку качества держать Нам нужна система контроля Вот вы говорите, халявят студенты Или не халявят преподаватели В том числе Ведь, по сути, отсутствие контроля Позволяет каждому Опираться только на собственный уровень ответственности Вот для того, чтобы Мотивировать этот собственный уровень ответственности И в том числе позволить нам контролировать ситуацию мы определили для себя фактически социальную сеть ВКонтакте как некую платформу, которая собирает наше сообщество студентов и преподавателей. И мы разметили это пространство, будем считать, как на аудитории, на группы и беседы. И мы определили, где будут проходить эти беседы. Теперь расписание выглядит точно так же по времени. Это же не онлайн обучение полное, имеется в виду, когда хочешь, тогда и учишься. Есть расписание, оно тоже там по времени. Есть дисциплины, которые точно так же по времени в расписании стоят. Только теперь в графе вместо номера аудитории стоит ссылочка на номер беседы, ну, ссылка на беседу ВКонтакте. Поэтому и в эту беседу должны прийти студенты и преподаватели в один и тот же момент. Задача преподавателя такая же дать знания, единственное, в каком формате. Он сейчас дает в формате каких-то новых ссылок, используя любой технологический инструмент. Это может быть YouTube, если это записанное видео. Это может быть формат видеоконференция для того, чтобы сделать потоковое видео и дать свою видеолекцию, например. Это может быть ссылки, ну вот я вижу, мы здесь не ограничиваем никак преподавателя то, чем ему удобно. Кто-то телеграм-канал использует для того, чтобы давать, там тоже устраивать беседы. И появляется вот этот диалог. Наша задача его проконтролировать, что по времени это произошло и так, дисциплинирует. Дальше мы контролируем, какое содержание туда заливает преподаватель. И, ну вот, мы создали некий ситуационный центр, причем мы их создали два. Один ситуационный центр должен помочь преподавателям технологически, ну, потому что кто-то не дошел до этого уровня, не игрался в смартфоне, поэтому не знает, как это делать правильно. Это, соответственно, ситуационный центр на помощь преподавателям и вот этой организационной структуре. И вторая, это объединяющие студенческое сообщество, студенческий ситуационный центр. Студентам помочь, допустим. Там действительно работают студенты, не преподаватели. Работают студенты, они как раз вот эту систему разметки ВКонтакте и производили вчера. Вот, по сути, сегодня у всех расписание вот именно в таком формате, как я говорю. Итак, продолжаем беседу. В гостях Андрей Павлович Фололеев, исполняющий объединение директора главного университета Крымского федерального университета имени Вернадского у нас на полуострове. Говорим мы о том, что главный УЗ Крыма перешел на дистанционное обучение. Сейчас уже есть понимание, как это все происходит. А есть ли вот действительно тот самый контроль? Сколько студентов просмотрели вот эти вот лекции, присутствовали? Ставят ли НК или НБ, там, болел? Ну, смотрите, так как сам по себе инструмент социальной сети достаточно развит, ВКонтакте достаточно развит, и мы сейчас начинаем контактировать с самой социальной сетью, то есть с этой программистской группой ВКонтакте, для того, чтобы добавить себе дополнительные инструментарии для мониторинга и анализа статистики. Входил, не входил журнал, для того, чтобы мы упростили себе процедуру контроля и сбора этой статистики, и в том числе сбора контента, который по результатам образования получился. То есть это мы делаем прям совместную такую лабораторию вместе с ВКонтакте. Но я думаю, вы не единственный ВУЗ, скорее всего, который использует эту платформу, социальную сеть, и, наверное, это уже общероссийское какое-то движение. Нет, здесь пока в ВУЗе нет какого-то единого решения. Сейчас подключились к этой задаче Яндекс и Mail.ru Group, куда входит ВКонтакте как раз. Часть ВУЗов действительно используют ВКонтакте, потому что у большинства студентов есть аккаунт ВКонтакте. Ну да, и там проще делать видеотрансляции и все остальное. Другие социальные сети, возможно, не так удобны. И не так понятно, может быть, всем преподавателям. Вы сказали, что есть даже специальный штаб, который помогает педагогам правильно организовать этот рабочий процесс. А педагоги вынуждены это делать, находясь дома, например, либо они должны приходить в университет. Все равно пусто ли в Крымском федеральном университете? Сейчас большинство аудиторий свободно. Действительно, это позволяет немножко подумать на будущее, а что будет после вот этого коронавируса, дистанционной формы. Может быть, немножко в другом формате стоит использовать даже аудитории. Может быть, лекции, какие-то вещи после вот этой вот дистанционной формы имеет смысл оставить. Потому что, ну, вот тот формат лекций, как он был раньше, он все-таки все менее и менее популярен. Понятно, что студентов пока еще заставляют и ставят энки приходить на лекцию, но на самом деле он менее популярен и менее эффективен. Это мы все понимаем, что так называемая говорящая голова, она по эффективности, если она харизматична, это великолепно. Это как шоу такое, да? Да, студенты любят преподавателей, которые преподносят информацию так, что заслушиваешься. Поэтому это важная история. И, с другой стороны, по части бывает эффективнее в этот момент поработать с информацией из интернета, и доступ к ней сейчас активен. Раньше, как понятно было, лекции, когда единственный человек прочитал три книги или семь книг, а больше никто их не читал, потому что нет доступа к книгам. Поэтому лекцию его надо было слушать. Сейчас немножко другой формат вещания и вот трансляции знаний. Гораздо эффективнее много студентов справляется. Поэтому мы сейчас отработаем, какие же будут лекции после коронавируса, я бы так сказал. Дальше, что касается ситуационных центров. Первая история – это для преподавателей, для того, чтобы помогать им технологически. Вторая – для студентов, причем в этом ситуационном центре работают исключительно студенты. И я признателен, что студенческое самоуправление с таким огромным интересом, энтузиазмом, вчера они уже только глубокой ночью ушли из университета, со своего ситуационного центра, потому что им интересно. И я очень надеюсь, что сейчас вот эта дистанционная форма и созданная нами среда. По сути, мы создаем среду студентов, общение, такое сообщество, которое начинает общаться без стен. А вот вчера мы делали вещание, и там несколько тысяч человек на это вещание собралось совершенно спокойно, несмотря на то, что там праздничный день, легко, быстро подключились в ВК-лайф. Поэтому и такие инструментарии позволяют нам это сообщество брать от него отклик. Более того, студенты теперь смогут влиять на содержание лекций, на содержание занятий, на форму занятий. Мы для этого и сделали этот ситуационный центр, для того, чтобы отклик от студентов получить через него. И тогда студент становится активной частью образовательного процесса, у него другая мотивация. Он уже несет ответственность за то, что он сделал, за принятые решения им. И в идеале мы решили, что еженедельно, в пятницу, вот завтра будет первый раз, мы делаем большую видеоконференцию на все сообщество. Таких раньше возможностей не было, чтобы весь университет. То есть весь университет, все студенты, все преподаватели. Если вы хотите подключиться, вы хотите, можете подключиться и посмотреть. Я уже не университет, но тоже могу, да? Да. И для того, чтобы посмотреть лучшие кейсы за эту неделю. То есть кто сделал лучший формат взаимодействия, преподаватель-студент. Это здесь крайне важное вкладываю, взаимодействие преподаватель-студент. Потому что, понятно, кто-то будет показывать, гордится только преподавателю. Илья сделал лучшее технологическое решение для дистанта. Но нам-то все-таки в итоге нужно получить лучшее взаимодействие преподаватель-студент. Активная часть студент, он активная часть учебного процесса. Как только мы его в пассив выводим, теряется качество. Смотрите, ну вот я понимаю, что те преподаватели, которые сделают свои лекции наиболее информативными, познавательными, нужными и важными, они каким-то образом будут поставлены в пример. И это имеет свои последствия в хорошем смысле этого слова. Да, безусловно. Смотрите, но ведь есть, например, химики, есть, например, студенты медакадемии. Физики, биологи, да. Все, что, естественно, научные, у них... У них же ведь все то, что... То есть тут непосредственно вы приходите, ставите опыты, делаете. А как это все происходит в дистанционном формате? Да, вот здесь мы делим те знания на теоретический материал, который можно усвоить легко, и мы понимаем, через дистант. И те знания или навыки, которые они должны приобрести. Навыки работы с оборудованием, поэтому мы говорим о лабораторных установках. Здесь существует несколько вариантов. Первый вариант, если вдруг продлится карантин. Сейчас мы все знания... В теорию. Сейчас мы, да, вот сейчас мы все навыки переносим на период после коронавируса. То есть мы расписание немножечко по содержаниям дисциплин... Ну, это логично, что сейчас пока есть возможность... Перекраиваем первую теоретическую часть начитываем, а потом переходим к вот этому навыкам, которые приобретают. Если действительно позволят. Если не позволят. Мы сейчас уже говорим о том, что существуют виртуальные симуляторы химических лабораторий, биологических, физических. Тогда переход к виртуальным симуляторам. И тем не менее, все равно остаются навыки, особенно, например, для медицинского направления. Лечебное дело, например, где они должны работать с пациентом. Симуляторам это заменить тяжело, безусловно. Поэтому я думаю, что тем более это угроза все-таки коронавируса. И молодое поколение здесь должно включиться в систему здравоохранения. Над этим работаем. Решения сейчас нет, не скажу его. Но тем не менее, понимаем, что сперва сейчас теорию немножко перекраиваем. Если вдруг продолжается ситуация такая же, то мы ищем другие решения. Уже будут искать другие решения, и я уверена, вы их найдете. Но здесь, конечно, хочется спрогнозировать, что все это в скором времени закончится, и тогда вся теория и практика уже будет, как в обычные времена. Но с теоретической частью соглашусь, что ведь студент, он сейчас должен просто самостоятельно больше уделять внимание своему образованию. То есть если раньше, как вы сказали, один лектор знает, например, то количество книг, и все приходят к нему, чтобы получить знания, то сейчас переходит все на то, что студент сам должен подготовиться, а на лекцию прийти только для того, чтобы задать какие-то интересующие вопросы, которые он, например, нигде не смог найти в интернете. Ну, это надо еще, конечно, постараться ничего не найти. Здесь форматов большое количество, но самое главное, что вы рассказали, это переход к некой осознанному пониманию учебного процесса. Потому что старый формат, вот смотрите, со школы мы формировали некую модель пассивного слушателя. У него было расписание, он пришел с утра, так, куда мне идти? Мне сказали сюда идти, так. Приходит, что мне выучить, что прочитать, что решить? Он не задавал вопрос, зачем. Вернее, он задавал, ему его быстро осекали. Та же самая история была в университете. Фактически единственный вариант, когда он делал выбор, это куда поступать, на какое направление. Все дальше выборы после этого заканчивались. Ну, это, если это был выбор студента, это хорошо. Если это был выбор родителя, это тоже другой вопрос. В том числе. Ну, тем не менее, нам важна мотивация, особенно сейчас, потому что мы же на них перекладываем ответственность за будущее трудоустройства. Сейчас распределения нет, поэтому мы говорим, ребята, вы в ответе за свое будущее, в том числе за Крым, за экономику. Поэтому мы должны им дать шанс выбирать и влиять на образовательный процесс. Я надеюсь, что вот дистант, то есть мы сейчас вами говорим о том, какие положительные вещи от ситуации, которая вызвана вроде бы коронавирусом, какие положительные вещи мы можем взять в университет. И вот мы их нашли. Смотрите, у вас же есть филиалы, правильно? Да. Вот не всегда же те, кто обучается в филиалах, могут приехать в главный корпус. Здесь тоже дистанционное образование должно помочь, например, чтобы педагог не ездил в филиалы. То есть здесь тоже это будете использовать наверняка в дальнейшем. Конечно. Ну, как я бы сказал, что мы фактически впервые собрали единое сообщество. Независимо от расстояния, стен, мы собираем единую среду. И уже неважно, где он расположен физически. Так это что, пропадут студенческие общежития? Смотрите, кстати, сейчас студенты не находятся в общежитиях. Те, кто приехали издалека, скорее всего, вы не их отправили на материк. А вот те, кто крымчане, они должны были уехать домой, правильно? На две недели? Нет, слово «должны» было. Ни для кого нет. Поэтому мы никого не выгоняем из общежитий. Все живут в общежитиях, как они и жили. Мы, единственное, режим посещения общежитий чуть-чуть сейчас ужесточили по времени посещения гостей. Если вдруг будет ужесточаться эпидемиологическая ситуация, то закроем на предмет посещения гостями общежитий. Ну, то есть, условно, в режим карантина. Пока нет режима карантина, никто не выгоняет из общежитий. Более того, я советую те, которые далеко живут, за пределами Крыма, не выезжать из общежитий. Скорее всего, это было бы правильно для них. Их образовательный процесс и культурная жизнь. Все равно режим пусть и общения, пусть ощущение, что ты рядом, все-таки важен. Вот видите, с вами собрались в студии в одной. Да, и так это много проще, чем через дистанционное общение. Но все равно согласна, что здесь есть и свои плюсы, есть и свои минусы. Потому что вот с практической частью пока еще вопрос только предстоит решить. Те же самые медики, которые сейчас в первую очередь востребованы необходимы, ввиду сложившейся ситуации, должны будут получить практические знания не просто на симуляторе, а желательно, конечно, на пациента. Они должны получать, и мы об этом думаем, каким. Более того, следующий вопрос, который возникает сейчас, скоро ведь экзаменационные сессии. Да, вот расскажите об этом, будет ли дистанционно. Ну, я понимаю, например, филологи дистанционно все сдадут. Например, о математике тоже, скорее всего, там не будет вопросов. Вот, а остальные? Нет, на самом деле, сам по себе процесс в режиме тестирования организовать можно по всем направлениям подготовки. Здесь возникает проблема идентификации сдающего в дистанции. Вот в чем там. Ведь, например, ЕГЭК, который в школе сдают дети. Ну, там система, конечно, и видеонаблюдение, и регистрация. Вот, они приходят, показывают паспорта, заходят в аудиторию. Ну, это не дистанционное все-таки, вы сравниваете сейчас. Сейчас, я говорю, что сейчас этот формат нужно идентифицировать личность сдающего. Это самое сложное. Называется это процесс проктеринг. И существуют компании, которые обеспечивают процедуру проктеринга различными способами. Ну, например, вы сидите за компьютером, снимается ваше лицо, снимается дополнительная история, транслируется экзаменатору экран, монитор ваш, рабочий стол. Для того, чтобы было видно, что вы, смотря в экран, не подсматриваете где-то еще информацию. Окружение, что рядом с вами нет никого, никто помогает. Поэтому такая система существует. Ну, это, конечно, затратно сделать для каждого студента такую историю. Ну, если будем вынуждены долго находиться в таком режиме, то будем думать о том, какие решения уже существуют в мире, поэтому будем к ним переходить. Ну да, многие работодатели работают с той же самой системой, которая, говорили, там даже учитывается, сколько раз вы мышкой поводили, сколько… Да, куда, в какие уголочки, в какой стиль почерка, темп заполнения. Ну, то есть механизмов или инструментариев достаточно много. Наша самая главная функция сейчас – не потерять качество. Если вдруг мы понимаем, что где-то по каким-то вещам мы можем потерять качество в процессе учебы, лучше мы их перенесём на следующий период, на следующий семестр, например. Слушайте, а у нас тут корпус физ. воспитания находится недалеко. Я у вас студентов сегодня проходила, не видела. То ли они все теорию сейчас изучают усиленно, да, в дистанте. Нет, ну вот у них на самом деле ведь это же физ. воспитание. Там как тоже всё будет происходить. Сейчас на теорию перешли. Ну, безусловно. Вы всё-таки считаете, у вас раз физ. воспитание – это значит подготовка спортсменов. Всё-таки это разные вещи. Но там есть много, там есть и лечебное дело. Да-да, поэтому они должны быть, у них есть курсы теоретические, которые надо изучать теоретически. Не обязательно им бегать быстрее всех. Я просто переживаю, что их меньше немного. И как они, мне кажется, они за 2-3 дня наверняка их усвоят. Ну ладно, я думаю, что всё распланировано. Тем более в пятницу у вас завтра будет такое подведение итогов. И это будет происходить еженедельно. Еженедельно. Вот пока будет происходить дистанционное обучение. Как только будет завершено, то тогда, конечно же, всех ожидает практическая часть. Географы пойдут, скорее всего, в экспедиции. Физвоз начнёт бегать. Ну а медики выйдут к пациентам для того, чтобы получить те самые необходимые практические навыки. Вылечить пациента. Да, это необходимо. Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, что в гостях у меня Андрей Павлович Фололеев был, исполняющий обязанности ректора Федерального государственно-автономно-образовательного учреждения высшего образования Крымский федеральный университет имени Вернадского. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Будьте здоровы. Ритм полуострова